Добрый вечер, Гомель. 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 Я представляю, как были оштрафованы его коммунальные службы. У нас, к сожалению, пока так, что приходится чистить коммунальным службам. Ну, вы знаете, я сегодня из окошка наблюдала, как все автолюбители с удовольствием, да, очищали свои автомобили и дорожки вокруг них так, что, в принципе, жильцам ничего не остается, да, получается. Кстати, вот прежде, чем продолжить наш разговор, я хочу пригласить в студию еще одного собеседника, который поможет нам найти ответ на вопрос, что мешает населению и работникам жилищно-коммунального хозяйства быть ближе друг к другу. Рассуждаем об этом с психологом Людмилой Тутыниным. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, Гомель. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Присаживайся, пожалуйста. Как, кстати, добралась, учитывая погодные условия? Да, отличные погодные условия, так же, как и ЖКХ давно ждала снег, вот, так что великолепная погода. То есть дороги попались чистые? Дороги чистые, общественным транспортом доехала без проблем. Людмила, ну вот смотри, не кажется ли тебе удивительным вот этот факт, что, обсуждая тему жилищно-коммунального хозяйства, мы пригласили в студию психолога? Вот как ты относишься вообще? Ну, это же сплошная психология. То есть ты считаешь, что жилищно-коммунальное хозяйство – это сплошная психология? Конечно. Олег Викторович, вы согласны, вот скажите, вот эти отношения, все-таки тема взаимоотношений, да, она важна. Конечно, это сложные взаимоотношения сегодняшний день, и, наверное, это, я соглашусь, наверное, пожалуй, потому что очень конфликтная ситуация к ЖКХ, в целом отношение к ЖКХ, вот, хотя оно порой чисто субъективное. Спасибо, спасибо за такое откровенное мнение. Людмила, а как ты считаешь, почему все-таки между работником ЖКХ, вот, допустим, сантехником, да, и жильцом дома, ну, вот, постоянно на протяжении вот всего периода, да, вот, возникает вот какое-то недопонимание, при этом чаще всего жильцы уверены, что во всем виновата ЖКХ. Откуда это, вот, такая уверенность? Ну, Наташа, во-первых, у нас есть стереотипное мышление, да, а стереотипное мышление – это вещь, с которой очень тяжело бороться. Помните пресловутого Афоню? Афоня, Рубль, Гани, помните? Был выведен на экран образ такого, ну, скажем так, не совсем дисциплинированного работника, да, вот примерно у нас такое представление о, скажем так, о доблестных тружниках ЖКХ, бытовое представление. Но еще один момент. Оно меняется. Конечно, я об этом вот просто хочу сказать, что нам нужно обязательно поменять это мнение. Но еще вот один вот такой момент. Вот когда мама сидит с ребенком, сидит с ребенком, да, и ругает его, то, что он не хочет учить уроки, что она ему обычно говорит? Вот давайте повспоминаем. Если ты не будешь хорошо учиться, то ты будешь… Кем? Если мы продолжим работником ЖКХ, ты будешь там дворником, ты будешь сантехником и так далее, и так далее. У нас в корне, в корне нужно менять отношение вообще к людям рабочих профессий. Понимаете? Ну, если хотите, это отсутствие культуры должной. Поэтому мы пока не поменяем, вот скажем так, вот эти вот взаимоотношения, точки соприкосновения, не будет у нас мира между жителями и ЖКХ. Потому что по умолчанию мы их уже не любим. Только за то, что они есть. Но в принципе, Олег Викторович, вы прокомментируете как-то такое мнение? Ну, уже сложно что-то добавить, конечно. Но ведь это же… Афония, конечно, у нас уже давно ушли, скажем, в небытие. Но мышление осталось. Мышление осталось. К сожалению, здесь даже, наверное, все-таки проблема и не в этом. Проблема еще в том, что люди почему-то все считают, что ЖКХ должно, ЖКХ это, ЖКХ то. Люди не понимают, что они хозяева своих домов, своих квартир, своих подъездов, своих подвалов. Потому что все, что приватизировали, а сегодня 95% жилищного фонда это в собственности граждан находятся, это их собственность. ЖКХ это обслуживающая организация, которая предоставляет услуги, обслуживает дом. Но никак уже не отвечая за то, что у кого-то в квартире сорвало кран, либо там порвало трубу. Это уже такие нюансы. Ну, во всем виновата, к сожалению, ЖКХ. Но может быть, вот вы сами ответили на этот вопрос. Может быть, действительно складываются отношения как между собственником и обслуживающей компанией? И тогда... Должны быть, да, вы правы, должны быть партнерские отношения все-таки. Жилец платит, мы обслуживаем. А ну всякие... Ну, в любом случае, взаимное уважение всегда должно присутствовать. Безусловно, конечно. Слушайте, а мозги-то остались с прежних времен, когда мы, извините, ни за что не отвечали, все было общее? Здесь нужно, почему-то я говорю о психологии, а нужно действительно менять менталитет в отношении... Смотрите, люди стали собственниками, а относятся к тому, что им принадлежит. Ну, мы еще и к понятию собственничества и собственности не до конца разобрались, как относиться. Хорошо, давайте попробуем прямо сейчас, вот в прямом эфире, вот вывести, может быть, формулу. Попробуем, по крайней мере. Ведь наверняка вот как-то сформировать доверие у населения вот к нашему коммунальному хозяйству, это возможно даже вот на уровне нашего региона, да на уровне одного ЖЭУ, согласитесь. Вот может быть, Люда, у тебя есть какая-то схема конкретная, алгоритм какой-то? Даже схемы нет, но мне кажется, что нужно развивать людей, то есть преодолевать какую-то, ну, если хотите, коммунальную безграмотность, ну, как-то вот так вот, да, вот я это назову. Вы согласны, вот наши зрители сегодня в студии? Коммунальная безграмотность. Почему? Потому что время изменилось, условия изменились, все изменилось. А как люди об этом знают? Кто им сказал об этом, кто их об этом оповестил? А вот этим мы сейчас и занимаемся. Кстати, насчет изменений, Олег Викторович, вот последнее время все чаще звучит тезис о том, что наше ЖКХ меняется. И вот действительно, за год сделано очень много. Вот скажите, пожалуйста, хотелось бы вот услышать сегодня в прямом эфире, в каких вот направлениях происходят эти изменения? Расскажите нам. Ну, конечно, изменения в большинстве своем случаев это касается технических составляющих, то есть где-то модернизация котельных, у нас происходит перевод на местные виды топлива в целях экономии и валютных средств, и газа. Также это система учета, система регулировки теплоснабжения жилых домов, то есть уже дистанционно можно определять, где холоднее, где теплее, регулировать. Также более открыто, все видим, как вот мы несколько раз, люди, конечно, ругались, вот меняли извещение, то есть то мы сделаем такое, то сделаем такое. То есть суть не в том, что вот подогнать под что-то, суть в том, чтобы услуги ЖКХ стали более открытыми, чтобы люди видели, за что они платят. Уже появилась строка, то есть расход по домам, да, уже процент оплаты, то есть появляется. То есть второе, что немаловажный факт, все-таки большая работа идет по вот, вот мы сейчас обсуждали грамотность, безграмотность. Конечно, всегда было управлять легче людьми, которые безграмотны. На сегодняшний день ЖКХ коренным образом заинтересовано, чтобы люди были грамотные, чтобы понимали, какие услуги, почему они оплачиваются. Потому что, к сожалению, очень много обращений, очень много жалоб идет из-за того, что люди не знают, не знают своих, скажем, даже прав в отношениях ЖКХ, не знают, как формируются тарифы. Хотя это очень сложно, но тем не менее, сейчас можно найти на любой сайт любого предприятия, Гомельское городское, ЖКХ, областное, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, где все нормативные акты есть, где можно посмотреть, что входит в тот или иной тариф, как формируется, стоимость. Согласитесь, разобраться иногда сложно. Это сложно, но кто захочет, поверьте мне, тот разберется. Зачастую люди просто не хотят разбираться, не хотят вникать и проще написать жалобу либо обращение. Почему так? И вот когда люди будут грамотные у нас, когда люди будут понимать, за что они платят, что ремонтируют они, что ремонтируют за счет бюджетных средств, куда идут их деньги, тогда, конечно, будет проще и работать, и будут более, скажем таки, партнерские отношения между ЖКХ и нашими гражданами. Пока мы только в начале пути. В начале пути, потому что, вы говорите, разобраться на сайте, а как бабушки 70-летние, да? Вот сейчас, когда мы говорим про реформирование вообще системы ЖКХ в целом, да, вот я так понимаю, что с помощью жильцов населения, даже жилищно-коммунальное хозяйство, они в поиске, да, этих путей. Потому что на данный момент единого нет. Столько лет, вот вы правильно сказали, столько лет люди понимали, что мне все сделают, мне все должны, потому что, как бы, теоретически это не мое. А сейчас стало все это мое, но люди темнее все равно, вот живут в прошлом, ну как, вот четыре угла, это мое. А там, что в подъезде, в подвале, мне не касается, нет, уважаемые, уже все это ваше, все это граждан. Потому что человек приватизирует не квартиру, где он живет, а приватизирует квадратный метр стоимости дома. И фактически часть у него лифта, часть лестницы, часть подвала, часть крыши, часть стены тоже принадлежит ему. И, соответственно, он должен отвечать за это, за содержание, за эксплуатацию, и уже вот людей надо к этому, безусловно, приучать. Есть телефонный звонок, сейчас нам все расскажут, да. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый. Как вас зовут? Повторить вопрос? Да, пожалуйста, и представьтесь, как вас зовут? Значит, Валерий Ануфриевич, житель дома номер 30 по улице 60 лет СССР. Гомель. Да. Значит, от нашего дома номер 30, и рядом 22 дом, есть участок, который идет к озеру, он никогда не чистится. Вы имеете в виду снег? Сейчас снега пошли, до остановки люди, и пожилые, и с детьми, ну, уже много лет не чистится. Обращался в домоуправление, говорит, это не наш участок. Под домом собачникам, как говорится, почистят, а до остановки... Спасибо. Спасибо, мы вас услышали. Спасибо. Снег. Вот снег, это причина, которая... Сложно сказать. Вот я только что говорил перед этим, что нельзя одномоментно весь город вычистить. Тем более мы видим, что снег не прекращается. В таких вот случаях куда сигнализировать людям, которые действительно ищут помощи, и не знают... Ну, есть, конечно, в ЖЭУ, есть служба 115, которая вот... Туда можно обращаться, потому что заявка будет принята, она фиксируется, и, как говорится, будет рассмотрен вопрос по ее выполнению. Если обращение в ЖЭУ местное не помогает, как вот я понимаю, со слов нашего телезрителя, то куда дальше? Это должно быть местная ЖРЭТ или что-то еще? Есть вышестоящие, есть кожуруб, головное предприятие, есть городское ЖКХ, есть 115 номер, где зафиксируют заявку и примут меры. Про 115 номер, дорогие друзья, мы обязательно сегодня поговорим. Если вы не знаете, что это за номер, оставайтесь с нами. Вот вы, отвечая на один из вопросов, употребили волшебное слово «лифт». Я к чему веду, да, у нас есть очень интересное сообщение. Вот накануне программы к нам обратился гомельчанин Леонид Максимович, он просил, кстати, сказать спасибо коммунальной службе за новый лифт. Вот только меняют долго, скоро два месяца, переживает Леонид Максимович. Ну, к сожалению, я прокомментирую. Здесь все-таки это очень, скажем, такое инженерное сооружение довольно опасное, поэтому спешка здесь, это даже не ремонт дома, скажем, какие-то это все-таки замена действительно таких узлов и агрегатов, которые влияют на безопасную эксплуатацию, на безопасное проживание граждан. И, ну, придется подождать. То есть два месяца это нормально? Два месяца меняется лифт, потом люди 25-30 лет уже, как говорится, не будут знать проблем с этим, поэтому... Ну, вот, кстати, у меня тоже меняют лифт, то есть можно говорить о том, что вот на гомельчане началась или продолжается эта массовая замена лифта. И к 2020 году, вот как и требовал президент на известном республиканском семинаре, вот эта проблема изношенного лифта в оборудовании все-таки будет решена. Да, каждый год мы увеличим объемы замены лифтов. В этом году мы планируем более 100 поменять уже, то есть в том году это было 48. А вообще с поручением главы государства до 2020 года заменить весь парк, который исчерпал свой ресурс старше 25 лет. То есть вот за эти три года мы должны заменить порядка 1100 лифтов. То есть работа будет проделана очень большая, мы к этому сейчас готовимся, и в случае действительно выделения финансирования мы эту работу выполним. Поэтому все граждане хочу попросить, у кого будут замены, потерпеть эти два месяца. Пожить у соседей на нижних этажах, в принципе, можно, да. Нет, мы максимально ускорим, мы уже этот вопрос обсуждали, то есть месяц-полтора, я думаю, что в эти сроки мы будем укладываться по замене лифта. А каких домов это коснется в первую очередь? Это коснется не домов, в первую очередь, это коснется тех лифтов, где в следующем году это будут 30 лет и старше лифты, которые прослужили 40, ну и 25 лет и старше, в зависимости от состояния. Поэтому по году ввода в эксплуатацию лифта, это будет определяться замена. Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Лариса. Слушаем вас, Лариса. У нас такая проблема. У нас на кухне из горячего крана нет горячей воды. Идет холодная. Вы обращались куда-нибудь прежде, чем позвонить? Да, обращались неоднократно. Нам ответили, что планировка дома такая, что воды горячей у вас не было и не будет. Представляете, наше время. А вы давно живете в этом доме? Да, 31 год. И 31 год у вас нет воды? Ну да. Можно сказать, что не было и раньше, но просто раньше не было счетчиков. А. Сейчас есть счетчики. Проблема это с 9 по 1 этаж. Если в выходной день появляется вода, но очень такая, ну тепленькая просто. А если вот будний день, помыл посуду, а воды горячей и не появилось. Даже теплой. Холодная вода, просто идет холодная. Нам делается скидка. Понятно. Скидка вам идет, мы эту историю уже как-то обсуждали. Такие случаи, да. Но я так понимаю, альтернативы никакой вам на данный момент не предлагали? Нет. Когда приходил сантехник проверять, вот они периодически приходят, проверять оборудование. Там не зашел, я говорю, у меня есть проблема. Они говорят, мы ставим. И он буквально вышел через 3 секунды. Даже не стал смотреть. Ясно. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. На самом деле, это не первый раз подобные истории раздаются в прямом эфире. Сантехники такие вопросы не решат. Значит, это дома, у которых отсутствует система циркуляции горячего водоснабжения. То есть люди, когда начинают включать краны, открывают. Это старые дома. Тогда она идет. И, значит, да, действительно предусмотрена скидка там 10% на оплату подогрева воды. Но, тем не менее, скажу, что таких домов только в городе Гомеле более 700. И эта проблема решается только при капитальном ремонте. Когда дом становится на капитальный ремонт, ставят, тогда только делает эта система. В настоящее время других там каких-то технических возможностей сделать это нет. А такие дома, они не имеют больше возможности попасть в список капитального ремонта пораньше остальных? Нет? То есть это не является причиной? Спасибо. Вот мы говорим как-то чаще про областной центр. А как вообще реформирование жилищно-ковнального хозяйства коснулось наших районных центров, вот наших малых городов? Ну, вы знаете, что касается наших районных центров, я скажу, что оно идет в ногу, наверное, все-таки с городом Гомелем. Хотя в основном все, скажем, назовем так, я не люблю это слово, эксперименты, какие-то новшества. Все-таки, конечно, вначале происходит на городе Гомеле. После этого мы уже внедряем наши более крупные, скажем, Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск и далее уже по всей области. Потому что понимаете, что везде разные предприятия, тем не менее задачи везде одни. Задачи экономии и оказания качественных личных коммунальных услуг. Поэтому все, что мы внедряем, мы, в принципе, внедряем по всей области. Ну, пошагово это все делается. Ну, действительно, в этом году Житкович и Будукошелевы очень преобразились. Скажите, пожалуйста, каким районным центрам будет уделено особое внимание вот в новом году? Я скажу, что благодаря политике нашего руководства областного мы два районных центра в год приводим, скажем, такой достойный вид. Это и новые улицы, новое освещение, новые дома, парки, скверы. То есть города просто преображаются. И тот пример у нас, как Рогачев был, Будукошелев, Туров, Житковичев в этом году, Ветка. То есть города просто преображаются. И немалые средства, конечно, вкладываются. Немалые, большие очень объемы работ, конечно, происходят. Все там работают, вся область работает. Тем не менее, все это остается людям. Это приятно, когда туда приезжаешь. И эта работа будет продолжена в следующем году. К сожалению, сказать, какие районные центры будут, я не могу, потому что у нас еще такой информации нет. Интрига, да. Тоже нужна. Нет, это определяем не мы. Поэтому вот, когда руководство области определит, какие уже будут города, тогда уже, скажем, это все уже устраивает. Ну, вы знаете, пока определяетесь. У нас есть вот конкретные случаи. Из поселка Новая жизнь, сообщает Михаил. Это железнодорожный район, если я правильно поняла, да? Поселок Новая жизнь, ЖД района. Есть участок дороги от улицы Механическая до улицы Бирюзовая. Есть дорога, которая никому не принадлежит. Она в очень аварийном состоянии. Как и где можно узнать, кто за нее отвечает и как добиться его наказания за бездействие? Вот такой вопрос. Обратиться в эксплуатирующую организацию. Я сразу говорю, что у людей, которые возникают вопросы, необходимо, первую очередь, обращаться непосредственно к РЭУ. То есть к начальнику своему, который обслуживает. Если есть какие-то вопросы, то у нас уже такая есть единица, скажем, во всех уже районных центрах города Дюгумер, это хаосмастер. Человек, который, ну громко сказано, тем не менее, мы хотели бы, чтобы человек, который отвечал полностью за дом, за его состояние, за его эксплуатацию. Ну и если не нашли уже взаимопонимания, скажем так, в РЭУ, опять же повторюсь, есть Кожеруб железнодорожного района, есть Гомельское городское, ЖКХ городское, есть служба 115, поэтому на сегодняшний день возможности создали для наших граждан, куда обратиться и жаловаться, очень много. Поэтому на выбор. Но я бы все-таки хотел, чтобы изначально обращались непосредственно в ту организацию, которая занимается эксплуатацией. То есть РЭУ, конечно, которая знает проблему улицы, дома. Это быстрее, да, это произойдет быстрее, помощь какая-то будет. Но я не думаю, что люди жалуются, люди, наверное, скорее хотят решить свои вопросы, кстати, насчет хаосмастера. Людмила, ты знаешь, есть у тебя... Кстати, такое неудачное название. Почему? Хаос, я понимаю, что, ну, на наш менталитет, на наш слух, да, они все же знают английский язык, что это дом и мастер, да, а в нашем восприятии это мастер и хаос, да. Который устраняет хаос, Людмила. Вот что дело, наоборот, очень удачное название. Это нужно назвать антихаос. Скажи, пожалуйста, у тебя, ты познакомилась уже со своим хаосмастером? Даже нет, к своему стыду с хаосмастером я еще не знакома. Но, кстати, у меня есть хороший вопрос, вот, о нашему гостю. А вопрос такого плана, вот, вы говорили о социальной активности, да, вот, я бы хотела поактивничать, в каком плане? У нас подъезд, это дом сдан в 96-м году, да, и уже пришло время, уже один раз ремонтировали, но сейчас хотелось бы, чтобы, ну, более достойно подъезд выглядел, да. Вот, в принципе, я готова, вот, поучаствовать, да, как-то, вот с чего начать, вот, вот, у нас есть очень хорошие соседи, которые тоже в этом хотели быть. То есть у вас есть желающие сделать ремонт в собственном подъезде? Да, 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 да. Ну, как желающие, то есть они говорят, да, мы хотим жить в более достойном, вот, а что нужно для этого делать? Вы правильно сказали, желающих много жить в красоте, но мало желающих поддержать финансовые эти работы. Я пока не знаю, исследования я не проводила в нашем подъезде. Ну, значит, что касаемо ремонта подъезда, значит, я вам скажу, что, в первую очередь, межведомственная комиссия есть в каждом районе, которая, вот, обследует подъезды и принимает решение о постановке подъезда на ремонт. Вот, есть также, вот, по желанию граждан, как вы сказали, вы можете обратиться, написать заявление, что просим рассмотреть вопрос о проведении ремонта в нашем подъезде. Значит, после этого обязательно пройдут собрание с жильцами, до того составить дефект на ад, придут к вам и скажут, что вы хотите. Вот такие потолки, такое, 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 ЖКХ вам посчитает, сколько это стоит работы, исходя, скажем, из ваших желаний. Устроит, не устроит вопрос второй. Есть второй вариант, вы можете сами, как это, в общем-то, у меня дома было, собрать деньги, нанять какую-то организацию, либо самостоятельно выполнить эти работы. Но сразу скажу, что если делать ЖКХ, существует гарантийное обязательство. Если кому-то что-то не нравится, это пришли, переделываем, доделываем и так далее. Вот я на собственном пути убедился, что когда делает частная фирма, гарантий никаких, ответственности никакой, к сожалению, скажу так откровенно, мне сейчас стыдно людей к себе в подъезд приглашать. Это удивительная история. Это не удивительная, это поучительная история. Поучительная история, да. Вот я говорю, если бы дело ЖКХ, было бы совсем по-другому. Был бы другой уровень ремонта, конечно. Да, это дороже. На 50 рублей было бы дороже, но это было бы качественно. Хотя, скажу, много нареканий на качество. Тем не менее, оперативно принимаются меры по устранению замечаний. Мы это четко контролируем, чтобы наши граждане, грубо говоря, человек оплатил деньги, должен получить качественные услуги. Ну, я считаю, что и контролировать человек должен. Нет, обычно платится какая-то сумма иногда, иногда просто предоставляется рассрочка, ну, я знаю, до 6 месяцев даже нашей предприятии. Что очень удобно в плане того, что, ну, понятно, не каждый человек, бабушки, пенсионерки какие-то, не каждый может сразу оплатить, нести какую-то сумму. Но, говорю, все это на смотрение жильцов, пожелания жильцов, цвет и все остальные материалы. И зачастую люди, когда считают там акриловой краски, ой, нам дорого, дорого, дорого. Потом собираемся, пересчитываем, делаем это. Поэтому все зависит от этого. Выбирается старший по подъезду. Заключаются обязательно в порядке договоры с жильцами. То есть даже если большинство согласилось, хочу вот заметить такой нюанс, он очень такой конфликтный. Существенный, из опыта. Да. Вначале все изъявляют желание делать ремонт, потом, когда сумма выявляется, часть отказывается от заключения договора. Более 50% получается? Да, совершенно верно. Ремонт производится и тем гражданам, которые не заключили договоры, все равно выставляется оплата за услугу. Потому что работы по текущему ремонту относятся к основным жилищно-коммунальным услугам. И в любом случае граждане будут эти работы оплачивать. Спасибо большое. Я напоминаю, дорогие друзья, что в прямом эфире Добрый вечер, Гомель. И сегодня тема нашей программы «Наша ЖКХ». Мы предлагаем позвонить в студию, рассказать свою историю, как складывались в этом году ваши отношения с нашим ЖКХ. Кстати говоря, мы затронули тему районов и их преображения. При всех нюансах они действительно становятся лучше. Кстати, стоит сказать, что в наших райцентрах действительно ситуация меняется где-то даже коренным образом. Например, вот Рогачев был признан одним из самых чистых городов. Победив в республиканском смотре санитарного содержания и благоустройства населенных пунктов за 2016 год, рогачевские коммунальники не остановились на достигнутом и на деньги за победу в конкурсе установили во дворах многоэтажных домов, внимание, 22 игровые площадки. Кроме этого, жильцы одного двора даже пожелали приобрести за свой счет детские мини-аттракционы, а сотрудники коммунального предприятия «Рогачев» их установили. Но я думаю, что подробнее об этом расскажет Евгений Савельев, директор «ГЖУП «Рогачев». Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, присаживайтесь, пожалуйста. Евгений Александрович, как вы добрались из Рогачева в Гомель? – Дороги почищены, как Олег Викторович сказал, хотя некоторые обращаются, что не своевременно. – Спасибо большое. Но для начала раскроете нам, пожалуйста, секрет. Вот как вам удалось, вашему предприятию удалось сделать «Рогачев» самым чистым городом? Наверняка есть какие-то секреты, которыми могут воспользоваться сейчас и даже ваши коллеги. – В нашем городе постоянно поддерживалась чистота, но значительно изменился наш город после проведения Республиканского дня письменности, который прошел у нас 4 сентября 2016 года. Очень много и средств было вложено в город, и сил, много служб работало для подготовки и проведения этого праздника. – За победу в этом конкурсе вы получили денежную премию предприятия, ваши средства потратили на благоустройство детской площадки. Вот мне интересно, как вообще отреагировали жители домов, где появились, во дворах которых появились эти детские площадки, вот на такой вот жест, скажем так, коммунальной службы? – Да, после проведения смотра конкурса мы получили денежную премию 46 тысяч рублей, хотя ее можно было потратить на укрепление материальной базы. – На краны, трубы. – Да, но решили произвести благоустройство творовых территорий, люди были довольны. – А много ли было инициативных жильцов, которые хотели бы посодействовать в этом? – Инициатива была, но ее было мало. С долевым участием жильцов произвели благоустройство только двух дворовых территорий в городе Рогачеве. – Вы знаете, стоит все-таки обозначить для наших телезрителей, что век детских площадок в Рогачеве был недолгим. Сначала, по-моему, пострадала груша. Я вот хочу попросить режиссеру показать фотографию вот такого неприятного момента. Боксерская груша, да, вандализм, можно и так сказать. Боксерская груша пострадала, затем там веревочная лестница. Я так понимаю, это только было начало всех этих моментов, связанных неприятных на детской площадке. Вот, казалось бы, строили-строили, вот, пожалуйста, а как мы к этому относимся? А вообще выяснили, кто испортил детский площадок? – К сожалению, виновных лиц не выявили. Но при выборе этих игровых комплексов спортивных мы были готовы к такому. – Серьезно были готовы? Привыкли, что ли? – Ну, не привыкли. – Вот я бы, знаете, хотела сейчас этот вопрос вот обсудиться вместе. Людмила, вот что движет человеком, который ломает камейку или вот как в нашем случае портит детскую площадку? – Наташ, ну, я назову вещи своими именами. Это своего рода, это нездоровье. Человек вот где-то душой болен. Есть люди-разрушители, есть люди-созидатели. Вот у нас в 20-м микрорайоне в Лотовии, я наблюдаю одну картину, вот так вот спустишься с балкона, и мужчина все время ходит с лечкой, поливает какие-то новые деревья, привозит, привозит, приносит, понимаете? – Кто-то клумбы, да? – Кто-то клумбы делает. Вот это вот, кто эти люди? Это созидатели. Созидатели, им очень важно, вот вряд ли они будут размышлять, какие я взаимоотношения там отстраиваю, ЖКХ, люблю я эту службу или не люблю. – Да нет, у них, вот знаете, душа сама по себе поет, вот, да, и хочется созидать, делать рай на земле. Вот меня что удивило, да? Смотрите, на свои деньги заработаны, да, выиграли, да, ну, как приз получили, да, делают площадки, да? – Для людей. – Для людей. – Для детей, наше взгляд. – А люди не откликаются, считают как должное и ломают. А при этом придут и скажут, ЖКХ плохое, вот она, вот наш уровень. – А, кстати, вот хотела сказать, я много путешествую по России, где бы я ни была. – Так что там другой менталитет? – Не-не-не, я про что? Все говорят, мы у вас были в Беларуси, как у вас красиво, какие красивые города. – Ну, действительно красивые. – Конечно, красивые. – Но я хочу сказать, что вот если мы заедем за Любинское озеро, да, и пройдемся там как такой, как полуостров, да, там, где не убирают, ну, скажем так, не все же можно убрать. – Там очень грязно. Разговор о чем? У нас чисто там, где убираются, очистятся, так сказать, ремонтируются. – То есть ты хочешь сказать, что вот эта пословица, вот эта поговорка, чисто там, где не сорят, она нам пока, для нас не работает, да? – Она не работает. Разговор о чем? У нас должна быть тоже ответственность. – А хорошо. Какая вот мотивация все-таки должна быть у человека, чтобы беречь? – Беречь то, что сделал сосед? Или вот, например, ЖКХ? – Наташа, я вот все возвращаю вот к душе, да, вот к этим тонким моментам. Помните, была песня «С чего начинается Родина?» – С картинки в твоем букваре. – О, за. – И так далее. Помните, там было и про березку, и про тополь, и про это, и про другое. Понимаете? Нужно развивать глубинные чувства, чувства Родины. Когда ты знаешь, что вот этот подъезд, эта часть твоей Родины, да не бросит твоя рука ни окурок, ни спичку, ничего. Понимаете? – Да, я думаю, тебя услышали. И наверняка наши телезрители, которые привыкли к конкретным действиям, да, наверняка ждут какого-то рецепта. – А дело в том, что я психолог, я говорю вещи глубинные. – Так. – И нужно начинать с патриотизма, с глубинных вот этих вот, сформирования глубинных чувств. И понимание, что вот этот вот мой подъезд, да, здесь живут, здесь живу не только я, да, здесь живут мои соседи, мои друзья. Кто еще там живет? Это будущее нашей страны, в конце концов, нашего города, дети маленькие. Как они на это смотрят? Вот с чего нужно начинать. – Олег Викторович, аж вдохнул. – С воспитания. – С воспитания. – Ну, воспитывать можно у нас на сегодня, по-моему, это одним. Вот я приведу примеры после того, как в подъездах производится ремонт за счет средств жильцов. – Уже в подъездах почему-то не курят, чужих почему-то в подъездах нет. Жильцы уже не идут и утром окурки и мусор уже в подъезде не бросают, потому что это сделано за свои деньги. И вот мы сейчас массово привлекаем людей, по крайней мере пытаемся привлечь для благоустройства дворых территорий тоже за счет средств жильцов. То есть жильцы покупают какие-то, ну, игровые комнаты. – Деревья, да, да. – Да, мы садим, мы делаем это все, и вы знаете, уже тогда вот такого вот вандализма нету. То есть люди уже с балкончика смотрят, а кто там сидит уже, извините меня, кое-кого и гоняют оттуда. То есть понимают, что это мое, что это я за свои деньги сделал, это мое. Почему-то кто-то должен тут ломать или, как говорится, у меня хозяйничать, курить в подъезде и так далее. Вот это тоже, я скажу, что очень большое влияние оказывает на психологию человека. Он становится собственником, он понимает, это мое, и он уже по-другому к этому относится. – Это называется еще и рыночными отношениями тоже. – Ой, нет, это же лучше не называть так. – Лучше называть активную совесть. – К чему-то привлекать людей, это сложно, я говорю, потому что людей надо воспитывать мало. Пока, я говорю, что мы, пока наша молодежь не научится уступать даже в троллейбусах, в автобусах, в старше место, пока не перестанет бросать и курить вот это вот окурки на тротуар, мы к этому придем. Оно со временем все равно, люди станут другими. Но для этого нужно время. А вот что касается, еще хотел добавить немножко, не обидеть наших других, чистых, не обидеть другие, чистые города. – То есть продлить список чистых городов. – Да, я бы все-таки хотел застрять внимание, что у нас действительно много таких победителей. У нас город Гомель является победителем. Рогачев, Наровля, Житковичи с Туром. То есть у нас вот действительно, где проделана огромная работа, где очень, скажу честно, очень большие силы вложены были, людские ресурсы, то есть действительно они преобразились. И вот как результат признание на этом конкурсе наших городов. Поэтому эту работу мы будем продолжать на благо людей. – Спасибо большое. Есть телефонный звонок. Я думаю, да, вот наши зрители хотели поаплодировать. Мне кажется, это как раз таки и вовремя. Мы слушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. – Добрый вечер. – Добрый вечер. Как вас зовут? – Владимир Иванович, у меня такой вопрос. Вот дом по улице Привокзальной 5. Значит, 29 сентября пришел электрик из РЭУ-10, снял счетчик в поверку. Новый электронный счетчик. Дом недавно после капремонта. Он этот занес счетчик в отдел энергетика напротив дом, буквально через дорогу железнодорожного района. Якобы в поверку. И счетчик до сих пор не установлен. Значит, на неоднократное обращение в отдел энергетика, они сначала два месяца его якобы поверяли в стандартизации где-то, потом счетчик вернулся в РЭУ-10, но уже некомплектный, без крышки и якобы неисправный. Мало того, что каждый месяц, три месяца я плачу по 28 рублей, как за безучетная электроэнергия, счетчик до сих пор не установлен. Кто в этом виноват? Жреб через дорогу от дома находится и концов не найти. Хотелось бы компетентный ответ. Спасибо большое. Вот такие отношения у нашего телезрителя складываются с ЖКХ в этом году. Мне вообще несколько непонятна сама ситуация, поскольку счетчики в поверку снимают непосредственно энергонадзор, энергосбыта органы. Они снимают, поверяют и устанавливают на место. Поэтому, почему там такое происходит, не совсем понятно. И вот пользуясь случаем, я хочу сказать тем людям, которые уже установили электронные приборы учета электроэнергии, электронные на индукционные, поменяли, в обязательном порядке написать заявление и передать свои счетчики на обслуживание в энергосбыт. И вся забота по обслуживанию, по ремонту, по поверке в дальнейшем ляжет непосредственно на энергосбыт. Поэтому я не совсем понимаю, почему это происходит. Это, скажем так, не наша тема, что не должны мы снимать счетчики. Если, может быть, какие-то были там проблемы по нему, то все равно необходимо было, эти счетчики в поверку снимают органы энергосбыта. Мы, конечно, с этим разберемся, в чем там причина, но изначально ситуация непонятна. Спасибо большое. Вот есть еще вопросы в Вайбере. Инна задает вопрос, чем дезинфицируют подъезды и как часто уборщицы должны это делать? Вот я думаю, может быть, нам, да, коммунальная служба Заргачева ответит на этот вопрос. Как у вас, чем дезинфицируют подъезды? Ну, дезинфекцией у нас занимается санитарная служба. Уезжает она, конечно, по нашей заявке делает эти работы платно. Ну, а уборщицы убирают согласно графику. Как часто? Как часто сейчас у нас, по-моему, раз... Ну, в целом, я вам скажу, что если раньше это было перечень в техническом обслуживании, то с учетом установки, значит, отдельной платы за санитарное содержание места общего пользования, на сегодняшний день уборка производится в соответствии с графиком, который утверждает непосредственно директор предприятия. То есть вот те деньги, которые, скажем, собираются на уборку, на эти деньги, грубо говоря, происходит уборка того или иного подъезда. Насчет уборки Жанна задает вопрос. Можно ли взять на прокат в местном домоуправлении лопаты для уборки снега во дворе? Заметает нашу Жанну. Да, вот есть такая практика? Ну, я не знаю, насчет ли вот в аренду или как-то. Я думаю, что можно договориться как-то и с удовольствием, я думаю, должны пойти на встречу, чтобы немножко граждане наши поучаствовали в борьбе со стихией. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела поинтересоваться, вот, я живу в новой жизни, которая относится к железнодорожному району. Дело в том, что у нас есть участок дороги от механической улицы до Бирюзовой, которая не освещается, плюс она еще не асфальтирована. То есть там можно поломать ноги, понимаете, там машины, невозможно ехать, это вообще какой-то кошмар. И нам говорят, что она никому не принадлежит. Спасибо. Это вот второй звонок о каких-то территориях, которые никому не принадлежат. Мне интересно, откуда люди берут, что это никому не принадлежит, в принципе. Можно как-то прокомментировать сейчас этот вопрос? Хотя действительно возникают моменты, когда определенные улицы действительно не выпадали сперечни, как бы, ну, не находились на балансе ни у кого. Мы говорим про Мильчу, по-моему, да, звучало, или Новая жизнь? Куда стоит обратиться в данной ситуации? Вот зачастую люди даже этого не знают. Сложно сказать, потому что, к сожалению, действительно у нас там более двух с половиной тысяч, по-моему, улиц, которые на балансе находятся, населенные пункты. И невозможно на всех улицах сделать освещение, положить асфальт, понятно, но, тем не менее, если улицы бесхозные, то непосредственно, наверное, надо обратиться все-таки в администрацию района, поскольку все, скажем, ну, скажем, за всю коммунальную службу дороги, в первую очередь, отвечает все-таки администрация, либо райисполком. Непосредственно, нехозяева по территориальному признаку, они должны решать, кому передать, либо кому принять на баланс. Спасибо. Кстати, дорогие друзья, вот с этого года пользователи жилищно-коммунальных услуг ЖКХ вообще области могут задать все интересующие их вопросы операторам единой диспетчерской службы 115. Запомните, пожалуйста, 115. Так называется, ну, можно назвать горячая линия ЖКХ, правильно? Вот о чем можно поговорить с оператором по телефону 115, какие вопросы можно задавать, на какие вопросы можно получить ответ, насколько вообще эта услуга популярна сегодня у нашего населения, вот об этом поговорим далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель», тема для обсуждения, как складывались ваши отношения с жилищно-коммунальным хозяйством в уходящем году. Мы ждем ваших историй по телефону 34-22-43 в Вайбере и можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. У ЖКХ появился телефон, я его называю телефон горячей линии, 115, если можно так выразить, телефон горячей линии. Как телефон доверия, да? Ну да, можно и так сказать. Вот не говорит ли, кстати, Людмила, это о новом таком вот уровне отношений, взаимоотношений между населением и ЖКХ. Так что мы уже говорили о... Я просто перебью. Обрати внимание, вот обрати внимание, сколько звонков, и люди просто не знают. А вот куда обратиться? Ну, часто не знают, а часто не хотят, да? Часто им лень искать этот номер телефона, а часто там и другие причины. И тут ОП-1, единственный номер, 115. Вот смотри, мы сегодня уже поднимали тему преодоления коммунальной безграмотности, да? То есть если есть этот телефон, теперь нужно каким-то образом довести вот эту информацию до людей, да, что есть, и что вы можете, какие вы блага будете иметь, когда вы позвоните на этот телефон, какие вопросы можно задавать. То есть нужно просто продумать схему, каким образом... Ну вот бабушка, да, вот она сидит в доме, у неё там масса вопросов, да? Вот смотрите, кстати, вопросы сегодня были какие. Вот там безобразие, кого наказать. Да, вот... Схема вопросов была... Не как решить, кого наказать. Да, не как решить, а как... А мы говорим о том, как дать людям алгоритм разрешения проблем. Всё-таки не зря мы психолога сегодня пригласили на передачу. Она сразу вот уловила вот этот вот момент, да, вот самые острые углы взаимоотношений. Алгоритм. Я предлагаю прямо сейчас этот алгоритм и выяснить. Ну давайте позвоним на 115 и узнаем. Вот мы прямо так и планируем сделать, да, вот не поверишь. Дело в том, что есть как раз-таки интересный вопрос вот в Вайбере. Попробуем как бы его обыграть с нашей службой вот 115. Вот, например, в первом подъезде по улице Крестьянской, дом 30, распределительный щиток на площадке в ужасном состоянии, сообщает Сергей. Провода оголены, коробки нет, посмотрите сами, предлагает вот наш телезритель Гомельчанин Сергей. Вот мы видим сейчас эти фотографии. Ну, во-первых, насколько это возможно? Как прокомментируете, Олег Викторович? Вот такие вот провода и вот такая вот ситуация. К сожалению, я не хочу снимать ответственность службы ЖКХ, тем не менее у нас, скажем, бич наш, это вот всякие сети, белтелекомовские, гарантовские, которые сверлят, почему-то ведут без нашей ведома. Все тут паутина такая возникает. Вот на примере, вот скажем это, конечно, разберемся, но это безобразие форменное, поскольку мы сейчас начали активную борьбу с этим вот, я тоже называю это вандализмом, поскольку, когда приходят подъезды, разворачивают стены, все это сыпется, то есть это абсолютно неправильно. Это наше подъезде такое. Да, но вот с этим вот, конечно, мы разберемся. Тогда у меня еще второй вопрос. Может ли эта тема, вот это обращение Сергея, нашего телезрителя, стать темой для обращения к диспетчеру по номеру 115? Ну, я прокомментирую, для чего эта служба создана. Все-таки все мы понимаем, вот потекла вода, да, куда звонить? Начинаем искать где? На извещении. У многих извещений нету, поскольку платят. Или куда искать? Начинаем искать справочную, вода течет. Начинаем еще что-то искать. Позвонили телефон и поменяли. Все, начинаем бегать хорошо, кому близко, побежал, постучал, покричал, пришли, сделали. Куда звонить, когда авария? Куда звонить, когда канализация потекла? То есть вы хотите сказать, что это в основном телефон для аварийных случаев? Это для всех фактически. Ну, это оперативность. То есть человек набирает просто 115 и говорит, у меня то, у меня это, у меня все. Тут же оператор фиксирует заявку, тут же он звонит непосредственно в РЭУ, то, которое должно прийти, и идет. Вот, если это в ночное время, он непосредственно звонит мастеру аварийно-диспетчерской. То есть все очень оперативно делается. И аварийка, да, и аварийка сразу по территориальному признаку приезжает на эту аварию. То есть это оперативность, раз. Второе, что любой вопрос он фиксирует. И, ну, в принципе, мы хотим прийти к тому еще, чтобы это все-таки была не только функция диспетчерская, а функция контрольная. Мы к этому придем. Давайте мы сейчас как раз таки, мне подсказывает редактор, да, что у нас на связи как раз таки служба 115. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас беспокоит телеканал «Беларусь-4», передача «Добрый вечер, Гомель». Это прямой эфир. Я так понимаю, мы дозвонились в диспетчерскую службу ЖКХ. Все верно? Все верно. Вы знаете, вот вы сейчас в прямом эфире, и мы бы очень хотели, чтобы наши зрители все-таки разобрались, как на самом деле работает диспетчерская служба ЖКХ, какова эта схема, вот этот алгоритм, да, вот такой горячей линии коммунальной службы. Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Вот смотрите, у нас есть обращение в прямом эфире от Гомельчанина Сергея, которого беспокоят оголенные провода на площадке в подъезде. Это адрес улица Крестьянская, 30, первый подъезд. Вот скажите, вы можете принять такого рода заявку? Да, соответственно, мы можем принять такую заявочку. Данная заявка будет являться первоочередной, относящейся к аварийной, так как в соответствии с техническим кодексом установившейся практики устранение такой неисправности является и устраняется в кратчайшие сроки. И какие меры? Сейчас в вечернее время будет направлена аварийная бригада к группе Центральная для устранения и обследования мер. И в зависимости от того, что увидит аварийная бригада, будут приниматься меры. Если это провода высоковольтные, то будет либо произведена замена участка электропровода, либо они будут заизолированы. Также может быть провода, относящаяся к слаботочным линиям, к примеру, либо это может быть интернет, домофон. То в таком случае данный факт аварийной бригады будет зафиксирован, и мной диспетчером будет соответствоваться информацией направлена для реагирования баланса держателей сетей, а также домоуправления. То есть информация будет дана по принадлежности, если это домофонная система. Если это электропровода, то будут устраняться аварийной бригадой. Ничего себе, мне кажется, это заслуживает. Вот это аплодисменты, да, службе 115. А скажите, пожалуйста, позвольте еще один вопрос. А сколько вообще сообщений сегодня приняли вы, вообще ваша диспетчерская служба, учитывая вот такие погодные условия? Значит, за сегодняшний день в оперативно-диспетчерскую службу заявок от граждан города по уборке снега не поступало. Мы связано это с тем, что очень тесно мы работаем с Гомельским облогидрометорцентром. Значит, также мы очень тесно работаем с такими предприятиями, как Горсаб, КФРУ районов и автоинспекция города Гумеля. Ясно. Вопросы... Да, я вас слушаю, слушаю. Да, вот это позволяет в свое время отреагировать. И заранее была спланирована техника для уборки, исходя из прогноза. Ясно. Спасибо. А какие вопросы чаще всего вам приходится решать? Что чаще всего задают, спрашивают? Ну, чаще всего вопросы идут по устранению аварийных ситуаций. В основном идут именно все аварийные ситуации. И это канализация, это течи. То есть то, что у людей. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что прокомментировали историю эту. Итак, напоминаю, диспетчерская служба 115 только что в прямом эфире была у нас. И в принципе, многое стало сейчас понятнее. Олег Викторович, вот насколько это услуга все-таки популярна у нашего населения? Мы хотим, чтобы уйти от слова диспетчерская. Это должен быть такой... Горячая линия? Назовем его контакт-центр, где вы могли по любому вопросу позвонить. И мы хотим пойти дальше. То есть на примере Минска я это поручил глава государства все-таки сделать с этой службы, службу, которая бы не только, скажем, фиксировала и направляла аварийные бригады, но и была обратная связь, то есть выполнение заявки. То есть если поступила заявка, ждет подтверждение, подтвердили заявку, сняли. То есть контрольные функции, поскольку зачастую, ну, что греха таить, позвонили диспетчеру раньше или там мастеру в ЖЭУ, у меня там что-то то-то, то-то, записали, не записали, понятно, непонятно, были, не были. Здесь это четко будет контролироваться. И эту, такую службу контакт-центра 115 мы, в принципе, со временем планируем в следующем году уже во всей области внедрить. На сегодняшний день в Рогачеве есть 115? И насколько вот население знакомо и часто ли пользуется? Пользуется только этим номером. Только этим номером? Ну, мы убрали стационарный, мы один стационарный номер оставили, и один мобильный на все виды связи, это 115. Но вы знаете, вот мне кажется, что это и есть один из тех шагов первых, да, которые вот эти доверительные отношения и, в общем-то, делают, потому что люди начнут доверять. Конечно, мы начнем это шлифовать, потому что на сегодняшний день они есть во всех районах 115, районных центрах, но нету того, что мы видим дальше. И вот на базе вот этого, что у нас есть, мы, конечно, будем уже совершенствовать саму службу, чтобы, как вы сказали, действительно люди доверяли, люди знали, что позвоним в службу 115, вопрос будет решен в кратчайшие сроки, проблема будет устранена. Дорогие друзья, телефон, ну, скажем так, горячей линии, да, центра, ну, как еще назовем, колл-центр, да, скорая помощь ЖКХ, запомните, 115. Мы не раз говорим это в нашей студии сегодня в прямом эфире. У нас, вы знаете, есть сообщение в Вайбере, давайте попробуем коротко ответить на некоторые из них. Вот Николай спрашивает, неужели Домоуправление может заставить жильцов дома делать ремонт подъезда и обязать платить за это? А где они были раньше? Почему не отремонтировали наш подъезд два года назад? Ну, я точно так могу сказать, а кто его привел в такое состояние? ЖКХ привело? Либо кто привел? Жильцы, друзья жильцов. Поэтому есть периодичность, что не менее 10, один раз в 10 лет производить ремонт подъезда. Поэтому, если будет выявлено, что там надписи вандального характера, нецензурные какие-то, то ЖКХ, конечно, придет и даст предписание. Если в течение месяца не будет устранено это все, ну, надписи, скажем так, еще что-то, то ЖКХ самостоятельно выполнит эти работы и всем жильцам выставит счет. Ну, я имею в виду это устранение таких вандальных проявлений. То же самое хочу обратить внимание, что большая работа проводилась по установке светодиодных светильников в подъездах. Люди видят, это сделано для того, чтобы наши граждане меньше платили за свет, за освещение. К сожалению, где-то их вырывает, где-то их... Поэтому в таких случаях тоже будут установиться светильники, повторно фиксироваться. И плата за вот эти вот моменты тоже будет выставляться гражданам. Никто заставить ремонтировать подъезд жильцов, если там 100% отказ, конечно, не сможет. А как он проводится и порядок, я уже об этом ранее говорил. Спасибо. Анна сообщает, что они ждут ремонт подъезда. ЖУ-1 обещает начать его в конце декабря и закончить до 9 января. Неужели будут работать в праздничные дни? Ну, мы в начале программы ответили, да, что в праздничные дни будут работать службы ЖКХ. Кстати, сегодня, дорогие друзья, хотелось бы еще раз обратить внимание на детские площадки и на наши отношения вообще к тому, что происходит вокруг нас. Сегодня в нашей студии присутствуют гомельчане, чьи отношения с ЖКХ в этом году можно назвать очень даже активными. Итак, детские площадки и инициативные граждане. Продолжаем эту тему, тем более, что она имела очень большой резонанс после одной из наших телепередач. Я хочу напомнить, что героями Доброго вечера в июле этого года стали гомельчане, жители 11 домов в советском микрорайоне, которые решили построить детскую площадку за счет собственных средств и собственными силами. Это улицы Давыдовская и 70 лет БССР. Сегодня они также присутствуют в этой студии, и у нас есть возможность узнать, как складывались их отношения вот с нашим ЖКХ весь этот год. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Ирина Пескон, жительница улицы Давыдовской, организатор детской площадки 11 многоэтажных домов. У нас были очень тесные отношения с марта месяца, которые продолжаются до настоящего времени. То есть вы детскую площадку построили, и какие выводы сделали? Уже все-таки время прошло. Какие выводы сделали? С коммунальными службами нужно сотрудничать очень тесно. Это отношения будут как в семье. Будут накаляться, будут усложняться, будут успокаиваться и находиться общие какие-то моменты, точки соприкосновения и выводы. И тем не менее, как вы видите сейчас фотографии, даже могут проводиться вот такие совместные праздники с коммунальными службами. Зажгутся фонари во дворе, появятся спортивные площадки. Они помогут вам обойти острые углы, будем говорить. А острые углы в этих самодеятельности, это что? Когда вы можете наткнуться на кабель, это теплосети, электросети, это канализация, то, что жители сами не могут сделать. В этом могут помогут кто? Коммунальные службы. Когда вам придется технически делать сложные моменты, как мы делали площадки, снять 40 сантиметров грунта на площадке 15 на 25, усилиями жильцов это сделать просто невозможно. Тут вам понадобится кто? Коммунальные службы, которые выделят технику и сделают это. Я говорю активные, активные были отношения. Это был очень активный год, мы провели непростой, им было не просто с нами, нам было не просто с ними. Но как в любой семье, мы нашли консенсус и мы это сделали. Детские площадки есть. Спасибо большое. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я Ольга Павловна, Тельман. Да, Ольга, скажите, пожалуйста, вот вам часто приходилось в этом году обращаться с какими-то вопросами в коммунальном смысле? Еженедельно. Да, поясните. Понимаете, то свет погаснет в подъезде, то двери заклинет. Ну вот какие-то... Как оперативно решают ваши вопросы? Вы знаете, вот электрики не особо быстро хотят бежать, но, тем не менее, люди работают, и когда звоним, они все равно приходят. Так и хочется спросить, как бы вы жили без коммунальных служб? Никак. Тяжело. Тогда, вы знаете, у вас есть возможность действительно пожелать нашему ЖКХ в канун новогодних праздников пожелайте что-то. Работы, здоровья крепкого, в первую очередь. Хотелось бы пожелать им, прежде всего, терпения, счастья, удачи, здоровья и побольше благодарных жильцов. Спасибо большое. Спасибо. Ну, на самом деле, очень интересное мнение мы только что услышали. Дело в том, что вот такие вот совместные проекты ЖКХ, это, наверное, тоже еще один шаг, да, к этим взаимоотношениям. Ведь речь идет не только о детских площадках. Олег Викторович, как вы прокомментируете вот такое участие жильцов в совместных каких-то интересных мероприятиях? Это замечательный пример, который мы вот на передаче обсуждали. И я, конечно, призываю все-таки граждан активно участвовать в благоустройстве своих дворовых территорий. Потому что, ну, все-таки это делается для наших детей. Ну, люди должны понимать все-таки, что тех средств, которые выделяются, конечно, их не хватит на каждый двор, на каждую дворовую территорию. Поэтому вот, к сожалению, ну, я скажу, что динамика, конечно, есть, но, к сожалению, не такая, какая хотелось бы, чтобы люди активно участвовали в этом. А со стороны наших коммунальных предприятий, конечно, будет, ну, всевозможная помощь в технике, в каких-то людских ресурсах, помощи в каких-то согласованиях. Поэтому все в наших руках, я скажу так. Спасибо большое. Дорогие друзья, одно из последних новшеств в уходящем году коснулось капитального ремонта жилых зданий. Вот кому придет капитальный ремонт в новом году, поговорим об этом сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Дорогие друзья, сегодня тема нашей программы «Наша ЖКХ», как складывались отношения в уходящем году с жилищно-коммунальным хозяйством. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем наших телезрителей, вот как у них все происходило и происходит. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Елена Лукьяновна Бельченко. Слушаем. Значит, между домами 42 и 44 при выходе на проспект Реческий есть арка. В этой арке образовались ямы и колдобины в колено. Когда не было снега, еще мы как-то обходили. А вот пошел снег, сегодня я шла, попала в яму и, пожалуйста, растяжение ноги. Вопрос. Кому можно обратиться и кто заделает эти ямы? Ну, надеюсь, ногу с ногой вы уже обратились к медикам. А скажите, пожалуйста, раньше вы не пытались решить этот вопрос, вот не позвонив сразу к нам, а вот обратившись, допустим, в коммунальную службу местную, местное ЖЭУ, не пытались? Нет, я не пыталась, потому что недавно переселилась и просто не знаю, куда обратиться. Спасибо большое. В крайнем случае, теперь вы знаете, что это телефон 115 есть и есть еще РЭУ. РЭУ, ЖЭУ, да. Чтобы я вас не перебивала, еще раз давайте скажем, куда. РЭУ. РЭУ, да. Ремонт эксплуатирующего организации. Спасибо. Значит, дальше мы хотели бы немножечко затронуть тему капитального ремонта. Дело в том, что, раз мы говорим о взаимоотношениях и довериях, все-таки, наверное, первый шаг к осознанию себя ответственными жильцами белорусы совершили, когда вот начали делать эти давным-давно, да, уже более 20 лет назад взносы на капремонт. Кстати, последние соцопросы говорят о том, что люди уже понимают, что взносы на капремонт дают им какую-то гарантию, что дом будет отремонтирован. И хотелось бы обратить внимание, что в прошлом году в рамках эксперимента капремонт за месяц в крупных городах уже запущены пилотные проекты. В Минске это вообще 9 домов, а в Гомельской области пока один в Жлобине. На примере этого дома планировалось показать какие-то новые возможности, я так понимаю, наших коммунальных служб. А что на самом деле показал эксперимент, и будут ли вообще ремонтироваться капитальные наши дома в течение вот такого короткого случая? Ну, зачастую, вот здесь уже хочу сказать, что зачастую люди годами ждут капитального ремонта, потом с ужасом смотрят, как он проходит. Поэтому, чтобы вот эти вот 3-2,5 месяца люди как-то, ну, жили уже в комфортных условиях, поэтому было принято решение в качестве эксперимента в Гомельской области провести ремонт за месяц. То есть был выбран дом. Это дом, это экспериментальный дом мы сейчас видим. Да. Вот он сделан за месяц, то есть кровля, инженерная система, здесь за месяц были выполнены все работы, и из дома люди наши ушли. То есть хочу обратить внимание, что есть, конечно, минусы, но эти минусы касаются только нашей организации, поскольку для выполнения этих работ были брошены все силы, и поскольку у нас все ремонтные работы проводятся собственными силами практически в области. Тем не менее, граждане остались довольны, поскольку за месяц был выполнен большой объем работы. Это говорит о том, что теперь все капитальные ремонты в нашем регионе будут делать так быстро? Нет, это не будет так быстро делаться, поскольку есть нормативы продолжительности работ, и я не скажу, что всегда качество, вернее, быстро, это значит качественно. Поэтому все-таки этот вопрос еще остается открытым. Вы знаете, есть много вопросов, связанных с капитальным ремонтом. Давайте я их все зачитаю, а вы попробуйте, ответите, как бы так, одним попробуем ответом. Попробуем. Оксана спрашивает, можно ли для капремонта выбирать подрядчиков самостоятельно? Сергей спрашивает, как жильцы дома, в котором проводится ремонтная работа, могут контролировать качество? Дальше. Всегда ли надо соглашаться с тем, что предлагают подрядчики при капремонте? И могут ли жильцы как-то повлиять на ситуацию? Спрашивает семья Марковых и Жлобина. А Дмитрий задает вопрос, кто следит за качеством выполнения их работ при капитальном ремонте дома? И входит ли, вот еще вопрос, входит ли в капремонт утепление фасада, или все опять поменяли? Олег Александрович задает вот такой вот, на мой взгляд, непростой вопрос. Ну, отвечу на вопрос, который бы задал ранее, что отчисленный капитальный ремонт проводится все-таки 1999 года, а не так, как люди 60 лет, говорят, мы платим. Второй вопрос, что выбор. Выбрать организацию самостоятельно жильцам нельзя. Это могут сделать только при проведении конкурсов, либо тендеров. На тендерах выявляются все организации. Дальше, что касается перечня работы, он устанавливается в ходе обследования дома и принимается решение о выполнении видов работы. То есть перечня работы, он не просто так составляется, должны быть подтверждающие документы. Что касается необходимости утепления, это только при наличии фактов промерзания стен, а также если это подтверждено тепловизионным заключением, то есть тепловизором, специальным аппаратом проверяются стены, как они, значит, ну и по заключению включаются, либо не включаются работы по утеплению, ну, как правило, торцов жилых домов. Как контролировать, конечно, при капитальном ремонте может быть выбран старший по подъезду. С людьми в обязательном порядке должны быть после собрания заключены договоры на проведение работы по капитальному ремонту. Зачастую люди не заключают договоры, потом обращаются, а что, что, как в договорах указаны сроки, сроки, кто выполняет работы и так далее, виды работ. Люди это все могут видеть. Вот так кратко, чтобы понимали, что... Спасибо. Спасибо большое. Рогачев готов к капитальному ремонту по ускоренной программе? Ну, в следующем году можно... Попробовать? ...поэкспериментировать. Ну, ничего себе. Ну, мне нравится, как вы быстро, да, быстро соглашаетесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сколько фонарей должно быть в каждом доме? Что такое энергосберегающая технология на наших улицах? И будет ли светло в новогоднюю ночь в областном центре? Об этом мы поговорим прямо сейчас в нашей программе. И я хочу пригласить в студию главного инженера дочернего коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельгорсвет». У нас Владимир Васильевич Бакунов в гостях сегодня. Добрый вечер. Мы решили вот так вот разрядить обстановку, да, под финал программы, учитывая такое предновогоднее настроение, да, и в нашей студии, и у наших зрителей. Конечно, я понимаю, что выпал снег, что посветлело кругом, но все-таки расскажите, как освещаются сегодня наши дворы, улицы и как должны? Ну, если по улицам вопросов вроде бы как бы нету, то есть это требует и ГАИ, и требуют ГОСТы соответствующие, и поддерживаются постоянно, то и объездами, и всему подобное, то по дворам, конечно, есть какая-то маленькая частичная проблема есть. Потому что часть дворов, часть домов, которые строили, ну, будем считать, 30-40 лет назад, дворовое освещение того не предусматривалось. То есть фонари не предусматривались? Фонари не предусматривались. Они освещались только фонарем, который около подъезда, той лампочкой, которая была над дверями. Соответственно, прошло какое-то время, требования поменялись, идет новое строительство, они идут, дворы уже укомплектованы дворовым освещением. Частично эти, как бы, остались на этом же уровне. Несколько лет назад попытались его решать, ну, оригинальным таким способом, установкой дополнительных светильников прямо над подъездами. Над подъездами, да, да. Ну, вроде бы этот вопрос был, как бы, немножко частично решен, но когда разделились электроэнергии на общедомовые расходы, люди стали задавать вопросы, почему-то там вот в соседней девятиэтажке светят, освещается двор бесплатно, а почему мы освещаем за свои деньги. Ну, такая проблема есть, она решается только постепенно. То есть есть программа замены, то есть устройства дворового освещения там, где ее нет. Эта программа разрабатывается каждый год. При выделении определенной суммы финансовых средств эта программа меняется. В основном сейчас мы уже на дворовые территории полностью практически ставим только светодиодные светильники. Было принято руководством города такое решение о том, что... То есть перспектива у таких энергосберегающих есть технологии у нас. Дворовое освещение получается по энергозатратам практически в два раза дешевле. Допустим, на сегодняшний день, если взять частный сектор, ну, можно двор приравнять к частному сектору, то вот в этом году те светильники, которые мы поставили в этом году, вот выделялся бюджет и республиканский выделялся, и город выделял эти деньги, и этих сэкономленных как бы электроэнергии нам хватает прожить в городе один месяц. И не самый легкий месяц. То есть это будет или осенний, или зимний месяц. То есть это я вот назвал те цифры, что позволяет сделать светодиодное освещение. А скажите, пожалуйста, приходится ли прибегать вот к режиму жесткой экономии вот в темное время суток? Ну, как бы нет такого жесткого... Ну, как, требования не остаются. ГОСТ есть ГОСТ, и у нас в городе есть график работы наружного освещения. Значит, в городе Гомеле принято, что на ночное время после 23 часов до 5 часов, ну, в среднем я называю это время, работает у нас только 30% освещения улицы. Ну, это огромные деньги, соответственно, экономия огромных денег. Так как интенсивность движения падает, соответственно, можно что-то экономить. Вот такая экономия. Потому что освещенность дорог еще зависит от количества автотранспорта, находящегося на этой дороге. Соответственно, вы же представляете, что интенсивность движения, ну, допустим, сейчас в 19.00, и интенсивность движения в 24.00 абсолютно разная. Соответственно, для этого и требуется уже такая освещенность. Вот, знаете, Новый год на носу. Новогодняя иллюминация. Вопрос, который интересует всех. Мы, в принципе, ее уже наблюдаем. Действительно, очень красиво. А какие еще сюрпризы готовите? Какой она будет? И вообще, как долго будет все сверкать у нас в Гомеле новогодними огнями? Иллюминация начинается у нас где-то с лета. То есть идет разработка, согласование с администрацией, архитекторами. То есть это идет подготовка. В этом году она началась у нас немножко пораньше, случилась в связи с приездом высокопоставленных лиц. Но вы уже часть красивой иллюминации увидели на площади Ленина, увидели на улице Советской. Но еще есть какие-то задумки. И к Новому году, я не буду раскрывать секреты, что у вас еще будет, что посмотреть в городе Гомель. Ну, секреты мы любим, да? Спасибо большое. Вы знаете, вот единственный вопрос, который хотелось бы задать вам. Если у наших телезрителей, и вообще у жителей области появляется что-то связанное со светом, вопрос какой-то. По 115 можно обращаться? Да. Сейчас 115 у нас, 115 города, задействованы на все диспетчерские службы аварийных бригад. То есть, в конечном итоге, 115 переводит, на вызов оперативной бригады «Горсвета», и она остраняет эту аварию. Точно так же, как любая авария другая. Любая другая. Круглосуточно, дорогие друзья. 115. Вот по любым подобным проблемам, связанным с жилищно-коммунальными услугами, свет, дороги, я понимаю, в аварийной, тем более, истории не ищите в блокнотах, не на жировках ищите. Вот звоните просто 115, я думаю, что там действительно вам помогут. Ну что ж, спасибо большое. Вы знаете, есть одно интересное сообщение от Леонида. Я в своей квартире все делаю сам. За год лишь раз обращался в ЖЭУ, вызвал сантехника, все через кассу, пишет Леонид. Сантехник трезвый и очень грамотный. Ну, в общем, кран не течет, пока это все мои отношения с ЖКХ. Леонид, вам крупно повезло, вот честно говорю. Потому что вы для себя сделали такую вот картину, картину, да, действительно работы жилищно-коммунального хозяйства. Хотелось бы спросить в конце нашей программы, Олег Ликторович, чем порадуете, чем огорчите население региона в новом году? Вот что нового нам ждать в системе ЖКХ нашего? Вы знаете, нового будет много всего. Но еще раз повторюсь, в основном это все-таки касается тех новшеств, которые наши граждане видят. Потому что наша система, даже областная ЖКХ, это огромная махина, где трудятся более 20 тысяч человек. То есть это тысячи километров сетей различных, тысячи котельных и так далее. То есть это работа, и основная задача это усовершенствовать эту работу, снизить затраты. И самая главная задача все-таки это оказание качественных услуг. Также основная проблема у нас в следующий день, я вижу, это все-таки качество питьевой воды. То есть, конечно, у нас 93% порядка охвачено питьевой водой по системам водоснабжения, но тем не менее качество еще оставляет желать лучше. 87% только соответствует качеству. Поэтому в этом направлении тоже будем работать. Море вопросов, которые мы хотим решить. Много, конечно, задач. И я думаю, что в следующем году нам удастся все-таки решить, взаимоотношения с гражданами улучшить. А у вас есть ли такая возможность обратиться ко всем, поздравить с Новым годом наступающим, ну и пообещать чего-то? Я бы, в первую очередь, хотел поблагодарить, пользуясь случаем всех работников жилищно-коммунального хозяйства за ту работу, которую они делают ежедневно, ежечасно, ежеминутно, чтобы всем нам жилось комфортно, в тепле. И всех наших граждан поздравить с наступающим Новым годом. Все-таки пожелать, конечно, крепкого здоровья, благополучия в семьях, чтобы все мечты и надежды сбылись. Счастья и успехов в следующем году. Спасибо. Людмила, что пожелаем, вот учитывая тему нашей сегодняшней программы, что пожелаем нашим зрителям и нашему ЖКХ в Новом году? Наташа, вот так хоть за счастье. Вот. А счастье — это теплый дом, правда? Да, теплый дом, теплая горячая вода. Да, да, да. Это какая-то зеленая травка, да, постриженная, да. Это фонари во дворе. Чтоб все было вот так вот, по правилам. Ну, я бы хотела дополнить. Мне кажется, счастье — это более широкое понятие. Хотелось бы, чтобы вот такие счастливые моменты стали нашей нормой, дорогие друзья. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс», Наталья Волынец. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч в прямом эфире. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok